Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Тару Альвиен. Меня зовут Карина, я таролок и практик. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему. Какое счастье вас скоро ждет. У нас будет с вами 4 позиции. Вот такие я выбрала колоды сегодня. Напоминаю, что видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, я распаковываю наши колоды. Сначала я буду выкладывать 4 позиции на тару. Ваше сегодняшнее внутреннее и внешнее состояние. А потом мы будем с вами еще добавлять карты. Скорее, наверное, одну карту из Оракула. Так, берем Тару Райдос и начинаем размешивать. Пока я размешиваю колоду, я приглашаю вас на наш канал Школа Тару Альвиен. Здесь есть видео на любой вкус. Перейдите на главную страницу канала. Любое видео, которое вы видите из самых популярных, оно актуально в момент вашего просмотра. И в плейлистах тоже самое. Есть плейлисты такие, как работа, финансы, суды, недвижимость, здоровье, советы высших сил, предсказания будущего и многие другие. И поэтому вы, естественно, можете выбирать для себя все, что вам нравится и все, что вам сейчас актуально. Итак, вот наши 4 карты. Распределяем сердечки. Первая позиция – желтое сердечко. Вторая позиция – оранжевое сердечко. Третья позиция – вот такое вот сиреневое сердечко. И четвертая позиция – розовое. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Расклад у нас гадания онлайн на Таро. Какое счастье вас скоро ждет. Когда-то же должен выйти на нашей улице праздник, да? Какое счастье вас скоро ждет. Сердечко под цвет моих хризантем сегодняшних, да? Так. Сейчас немножко подправлю камеру. Итак, ваша карта. Ваша карта. Да что ж такое, я не могу подправить. Ваше сегодняшнее состояние – это двойка кубков. Ну, двойка кубков – неплохая карта, я вам скажу. Она показывает, что у человека, ну, может быть, во-первых, есть пара. И человек в кого-нибудь влюблен. Или хочется человеку партнерства. Поэтому, может быть, вы сосредоточены на неком союзе. Более того, вы можете по этой карте обретать сейчас внутреннее равновесие. То есть быть в гармонии с собой, в гармонии с окружающим миром, успокаиваться на сегодняшний день, быть продуктивным человеком, мирить других, наводить мосты между людьми. Эта карта всегда показывает, что человек живет полной чашей. У него есть, ну, не знаю, там, дом, семья, работа. Или просто такое вот состояние, да, что я един с этим миром. Что мир поддерживает меня. То есть у вас появляется такое чувство на сегодняшний день. Вообще карта показывает успех в любви. Мы здесь видим все-таки либо союз, либо близость союза. И близость с каким-то человеком, может быть, в каком-то партнерстве, даже бизнес-партнерстве. Может быть, близость с ими детьми, с родственниками. Но сам факт, что вы от этого можете стать счастливым человеком. То есть уже карта на некое счастье намекает. Она всегда показывает, что человек может быть в отношениях, в обществе. Он может спокойно общаться с даже чужими людьми. И он коммуникабельный. Люди его воспринимают как некого хорошего друга. Или как человека, с которым можно поделиться. Поэтому я думаю, что именно вот так душевно вы располагаете к себе. Это прекрасно. Когда ты можешь общаться, когда ты можешь быть добрым, помогать и быть отзывчивым. Я считаю, что это высшее, лучшее качество человека на сегодняшний день. Потому что сейчас люди даже не звонят друг другу. Даже позвонить сложно. То есть общаться именно вживую, даже просто голосом для людей сложно. Они пишут друг другу чаще всего сейчас. И очень мало как асоциально. То есть они замыкаются в себе. Они сидят дома. Они редко встречаются. Бывают редко в компаниях. Даже редко дружат с семьями. А все потому, что есть интернет. И этот интернет нас немножко изолировал друг от друга. Если вы коммуникабельны, если вы можете решаться на личное общение в любой форме, это уже хорошо. Поэтому я вас за это хвалю сейчас. Ну и просто, что вы на пороге может быть большой любви. Карта любви. Хорошо. Давайте посмотрим, какое счастье вас скоро ждет. Мы будем выкладывать три карты. А четвертая будет наш оракул. Сначала выкладывать будем наши карты. Ух ты! Туз Пентаклей! Это большое счастье! Вас ждет прекрасное. Все самое лучшее. Восьмерка мечей дальше, значит. И четверка жезлов. Вы знаете, у вас выпали интересные карты. Объясню почему. Вот давайте начнем с нашего туза. Я уважаю его. Туз Пентаклей – это талисман колоды. Вот у каждого торолога есть любимая карта. У меня это Туз Пентаклей. Я все время его хвалю. Я все время о нем говорю. Даже если вы с собой будете носить изображение туза Пентаклей, или какой-то талисман в виде туза Пентаклей, или саму карту, это принесет вам большую удачу в деньгах. Это правда, но не только в деньгах. Это просто энергия изобилия. Это подарок Бога, протянутый из облака. Раньше ничего здесь не было. А теперь Бог предложил вам свой Пентакль. Предложил вам вот этот золотой большой красивый кружочек со звездочкой. Это прекрасно. Счастье у вас будет именно в плане изобилия. Может быть, свалится на вас большая сумма денег. Может быть, вы каким-то образом разбогатеете. Может быть, хорошую работу найдете. С замечательной оплатой труда. Карта показывает, в чем-то повезет. Вот повезет. Начать всего именно с деньгами повезет. Но иногда это бывает предложение руки и сердца. То есть это может быть свадьба. Это может быть скорый брак. Иногда это большой шанс. Ну, допустим, если вы мечтали о ребенке, завести ребенка. Это может быть большой шанс на то, чтобы, ну там, не знаю, купить недвижимость. Богатую, хорошую недвижимость. Вот что угодно, о чем вы мечтали, это будет вам неожиданно предложено. А может быть, даже вы об этом мечтать не смели. И Бог вдруг предлагает вам этот Пентакль. Это большое счастье. Я очень люблю эту карту. И раз в первом раскладе прямо она и выпала, это уже невероятный знак для нас с вами. То есть, что вам крупно повезет и нам всем в этом раскладе крупно повезет. Большое счастье. Вы знаете, иногда это письмо. Вот у Спентакли может быть сообщение, письмо, которое вас очень сильно обрадует. Это тоже такой вариант возможен. Следующая карта, восьмерка мечей. Вы посмотрите, здесь девушка сидит, вот она как будто бы вся в заточении, в каком-то, да, там немножко поцарапанная. Она может выйти из этих мечей, но пока что сидит в каком-то, в какой-то пассивности, да. А сзади, смотрите, летит кто-то, ну как будто бы птица или дракон. И мы понимаем по этой карте, что спасение очень близко. Вот как будто бы вы попали в какую-то западню, в ситуацию, которую вы, может быть, даже и не хотите решать самостоятельно. Может быть, вы хотите передать какие-то функции или, как сказать, обязанности другому человеку закономерно. Ну, бывает такое. Допустим, мужчина и женщина в отношениях. Женщина часто решает проблемы, мужчина более пассивен. И тут появляется проблема, которую, в принципе, мужчина может решить. И вы хотите ему передать. И спасение не за горами. То есть этот человек начнёт решать эту проблему. Это уже хорошо, правда же. И нужно лишь дождаться. Дождаться, так скажем, того, чтобы человек сделал что-то. Вот в некоторых вопросах, в некоторых вещах нужно уметь передавать свой мнимый функционал, который вы как будто бы себе приписываете другим, потому что они тоже должны решать проблемы, они тоже должны что-то делать, они должны участвовать в общей жизни. И помните об этом, что человек может делать что-то, а не только вы. И он может сделать это на пять с плюсом, а не только вы. И вот карта и говорит о том, что умеет дожидаться, да, и ты дождёшь своего счастья, что человек сам всё сделает тоже, что не только ты всё будешь делать. Хорошо, давайте посмотрим следующую нашу карту. А она повторяет первую карту. Видите, четвёрка жезлов. Посмотрите, большая любовь, свой дом, хорошее благосостояние, недвижимость, любовные серьёзные отношения. Вот видите, вы из двойки кубков можете перейти в четвёрку жезлов. Прекрасный брак, серьёзную именно составляющую нашей жизни, когда, ну это может быть гражданский брак, это может быть официальный брак. Ну что, хотя бы вы живёте вместе, да, и у вас там серьёзные отношения. Всё зависит от вашего же возраста. У кого-то возраст позволяет сейчас, да, выходить замуж, у кого-то ещё не позволяет или жениться. Поэтому у каждого здесь будет своё. Но сам факт, что человек рядом. Вот если вы даже сейчас никого рядом не чувствуете, поверьте, вы почувствуете, вы созданы сейчас для партнёрских отношений. И у вас идёт успех именно в партнёрстве, в любви. Или в покупке недвижимости, потому что четвёрка жезлов, она, ещё и ту спинтакли у нас в раскладе, да, может показывать богатую покупку недвижимости, конечно, дома, квартиры, участки, дачи. Иногда просто крупные покупки. Может быть оплата хорошего ремонта. Тоже вариант. Ну, вот у каждого же свои проблемы, да, своя жизнь. Но это хорошая гармоничная карта. И она показывает именно, опять же, да, сочетаемость с кем-то и внутреннюю гармонию, равновесие. Это хорошо. Так, давайте посмотрим наш оракул. Что вам скажет оракул? Видите, у вас выпала карта гармония. Вот всё в этом раскладе гармонично, да? Всё в этом раскладе прекрасно. И я знаю, почему. Потому что у вас наступает внутреннее спокойствие, и вы начинаете понимать, что высшие силы на вашей стороне. Карта говорит о том, что вы почувствуете принадлежность к этому миру, и, опять же, вы почувствуете, что вы можете быть самим собой или самой собой. Может быть, вы уже понимаете, что сейчас идёт трансформация ваша именно в гармонию. Иногда мир полон хаоса и шума, но мы всегда можем прийти в равновесие. Мы можем ощутить гармонию именно изнутри, и тогда весь мир вокруг придёт тоже в порядок. Вот представляете, это правда. Это так мы строим свой мир внешний из нашего внутреннего состояния. Карта иногда показывает, что трудно найти золотую середину, но это возможно. И вы почувствуете себя со всем миром именно в равновесии, и вы начнёте понимать, как исполнять свои желания. То есть иногда желание его нужно почувствовать, что ты его хочешь действительно, что это твоё, и отпустить во Вселенную и больше не привязываться к нему. Вот именно тогда оно сбывается. Это можно ощутить только тогда, когда ты в неком равновесии находишься. Есть несколько способов, чтобы определить, где вы действительно сейчас находитесь, ну то есть в какой стадии. И вам нужно просто обрести желание, да, то есть сначала понять, чего вы хотите. Вот что я идеально хочу от жизни получить, да. Как только вы сосредотачиваетесь на этом, вы начнёте чувствовать, где вас цинька дёргает, да. Вы начнёте понимать, где не хватает, чего не хватает, от чего это зависит. То есть сосредоточившись на определённой цели, вы начнёте понимать, как её исполнить, во-первых. А во-вторых, ну чего у вас, какого ресурса, может быть, не хватает для того, чтобы эта цель осуществилась. То есть сосредоточившись в итоге, может быть, на ресурсе или на самой цели, лучше на самой цели, да, вы получите всё. Вот карта об этом говорит, что скоро вы, вот обретя гармонию внутри, получите всё. Если гармония у вас уже внутри есть, вы начнёте получать прямо сейчас. То есть в этом ваше счастье, да. Вам нужно уделять время для людей, которым вы либо сочувствуете, либо которым вы чувствуете любовь или чувствуете, что это ваша связь, то есть, ну, близкая связь, да. И по сути эти люди тоже обретут некую гармонию внутри от того, что вы с ними общаетесь. То есть вы можете гармонизировать как себя, так и других людей. И главное быть честным с этими людьми и со своей семьёй, и с окружающими. Ну вот такая вот у нас первая позиция, очень замечательная. Собираем карты и переходим к позиции номер два. Какое счастье вас скоро ждёт? Оранжевое сердечко. И первая карта – ваше состояние, да. Правосудие. Правосудие – это опять же, с одной стороны, желание быть в равновесии, ну, а с другой стороны, богиня Фемида. Она показывает, что вас может сейчас настигать некая карма, и всё тут зависит только от вас. Какие в прошлом семена вы посеяли, такие вы пожинаете сегодня. Получается, если вы были честны, то с вами будут честны. Если вы лгали, вам будут лгать. Понимаете, о чём я? То есть идёт именно сейчас закон кармы, да. То есть есть ваши действия в прошлом, а сегодня есть последствия. Вообще правосудие, справедливость может означать, что вы работаете по закону. Ну, то есть в государственном учреждении, или у вас какая-то регулируемая законом профессия. Карта иногда показывает желание правды, добиться справедливости, или что человек всем говорит правду, несмотря на то, больно, не больно, он будет говорить правду в лицо. Иногда карта может показывать, что человеку нужно действовать только по закону. Ну, то есть постарайтесь делать всё, чтобы избегать левых путей, да. И она сразу же говорит, вот сегодняшнее твоё состояние такое, что говори только правду, действуй только по закону. Делай всё, чтобы было всё только по закону. Избегай любых незаконных, левых, обходных путей, аферизма и так далее. Вот это важно. Это очень важно в этой карте. И сегодня вы тоже сеете семена своего будущего и тоже карму. А как? Вы делаете сегодня что-то, а потом это будет иметь последствия в будущем. И вот сейчас закладывайте свой правильный путь на будущее. И от вас очень многое зависит. Поэтому не совершайте сделок с совестью, а старайтесь быть, ну, как говорится, во всём объективны, честны. И вас не будет потом цинькать, что вы сделали что-то не так. У вас не будет мук внутри. Вообще человек, который живёт по правде, он чувствует себя наиболее гармонично и приятно. Если он совершает какие-то негативные вещи, соответственно, его будет изнутри мучить. Но это же так и есть. Редко есть люди, у которых правда нет никакой совести. Обычно она где-то там внутри сонок копошится и будет не давать спать по ночам. Ну, как бы так и есть. Поэтому вот всё зависит от вас на сегодняшний день. Это так. Также это карта. Периоды, когда ты вступаешь в официальный брак, заключаешь какие-то договорённости, партнёрские отношения, то есть зафиксированные контрактами. Это может быть поступление на службу, на работу и где будет именно официальный контракт. Поэтому готовьтесь. Может быть, и сейчас к этому как раз и готовитесь, к заключению некого контракта. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, какое счастье вас скоро ждёт. Наши оранжевые сердечки. Давайте узнаем. Так. Восьмёрка Пентаклей. Счастье в радостном труде. Собирайся, народ в хороут. Так, двойка жезлов и отшельник. Ну, в принципе, неплохие карты для продуктивной жизненной деятельности и работы, да. Восьмёрка Пентаклей. Какое счастье вас скоро ждёт? Результат от вашего труда или сам по себе труд, который вам нравится? Бывает такое, что ты какое-то время трудишься не так, как тебе это по сердцу, да. А сейчас вы обретаете именно то состояние, когда вам будет очень нравиться работать и то, что вы делаете. Это важно. Вы можете заполучить себе очень хорошую официальную работу или кто-то из ваших близких. Ну, не знаю, муж, например, да, или жена, вот, или сын, там, у кого ведь какой возраст. И карта показывает, что идёт официальный доход, заработок, там, не знаю, легализация. Конечно, иногда это показывает, что вы долгое время трудились, вам это было по сердцу, но вы бы хотели получить некий результат, и вы его получите. Это совершенно точно. Вы получите этот результат. И этот результат будет для вас основополагающим. То есть, скорее всего, вы получите деньги как результат вашего труда, большой доход, хороший доход, доход, который либо вы ожидали, либо вы даже не ожидали. И, конечно, иногда так получается по этой карте, да, что человек долгое время искал работу, такая, которая его, ну, как он достоин, которую и она его достойна, да, и он находит, находит работу по себе, труд по себе. Ну, и кипит труд, да, вам придётся поработать. То есть, кипит работа, но вам это будет именно в удовольствии и в радость. Помните об этом, что вам придётся поработать, но это радостная ситуация, радостное состояние, такое благостное, да. Дальше мы видим нашу двойку жезлов. Она, по сути, показывает, что то, к чему вы сейчас стремитесь, вы всё получите. И потом вы встанете в некую такую позу, что, а что мне делать дальше? То есть, вы будете намечать новые цели. Вот ваше счастье будет в том, что вы получите всё, чего вы сейчас вот на данном этапе жизни хотели, в плане, например, там, не знаю, достижений, работы, денег и так далее, да. И вот оно прошлое, а вот оно будущее. И вот придётся закладывать новое будущее, создавать какой-то новый проект, может быть, искать какую-то, ну, какую-то новую цель, какой-то новый результат ожидать от своего будущего, иначе будет неинтересно жить. Поэтому карта и говорит о том, что нужно из этой неопределённости выходить. То есть, когда вы получите результат, у вас появится растерянность. Что дальше-то будет? А что дальше-то? И вы начнёте заглядывать внутрь себя и спрашивать себя, чего я ещё хочу? Чего я ещё хочу? То есть, во-первых, рад ли я тому, что я получил? Ну, обычно люди рады, да, но праздновать долго невозможно. Ну, то есть, уже результат есть, и вроде как всё, я добился того, чего хотел, а что дальше? Вот. И мне кажется, тут карты даже предлагают вам сразу же намечать более высокие цели в жизни на сегодняшний день уже. То есть, когда вы получите те результаты, которые вы хотели, в итоге вы пойдёте и дальше, да. То есть, у вас не будет уже этого тупика, что теперь встану и что дальше? Вот. Вот, поэтому здесь нужно выбор сейчас совершать. То есть, а что будет дальше, когда вы получите всё, чего вы в этой жизни на самом деле хотели бы. Дальше мы видим нашего отшельника, который как раз-таки показывает, что вы, ну, за внешностью, определённой внешностью реальности начнёте разглядывать что-то большее. Ну, вот бывает такое, что долгое время не знаешь истину. На самом деле, духовное развитие, Бог, высшие силы — это важнее, чем материальные вещи. И только когда ты обретаешь там богатство, процветание, материальные вещи, ты начинаешь разбираться в себе и начинаешь понимать, что есть что-то скрытое, что-то спрятанное. И в этом вся прелесть этого нашего существования. То есть, вы начнёте постигать смысл жизни. И карта, она говорит о том, что вот этот самоанализ приведёт вас к мудрости. Мудрость приведёт вас к тому, что вы будете несколько ощущать себя отдалёнными, отделёнными от других, но в то же время сможете передавать мудрость людям, которым она нужна. То есть, перепроводить, может быть, какие-то, как учитель духовный периодически, беседы с людьми или по запросу отвечать на их какие-то душевные чаяния и переживания. Вообще, отшельник — это очень опытный человек. И вы можете встретить своего учителя в виде отшельника, который перед этим научит вас этой истине скрытой за нашей физической реальностью. И уже потом вы сможете разобраться в себе и передавать эту истину другим, понимаете? То есть, это, может быть, вы встретите какого-то вот такого вот отшельника, одинокого человека, который вам в чём-то в жизни поможет и окажет содействие. Но это прекрасно, я считаю. Прекрасно. Молчаливый, одинокий, но всё-таки мудрый, да? И пообщаться с таким человеком дорогого стоит. Если он откроется вам, это значит, что это действительно великая радость, великое счастье, что вы постигнете мудрость такого человека. Хорошо, давайте посмотрим Араку. Что вам скажет, да? Какое счастье вас скоро ждёт. Какая красивая фея, правда? Карта показывает выражение. Карта показывает, как будто бы вы, может быть, кому-то будете выражать свою благодарность за подарок, за презент или за какую-то помощь. Вот это первый вариант, что какое счастье вас скоро ждёт. Вы выразите благодарность людям за то, что они вам помогли, или, может быть, человеку за то, что он вам что-то подарил, сделал сюрприз, пригласил, может быть, куда-то. Сделать для вас что-то хорошее, ценное, приятное. И это прекрасно. Ну, либо идёт выражение благодарности как факт вашего существования. Ну, то есть вы благодарны этому миру, Богу, Вселенной, за то, что вы есть, за то, что вы как-то отставляете отпечаток, след своим присутствием, да? И что вы родились, что вам дано это тело. То есть вы ощутите гармонию с Вселенной и также могут благодарить вас. Ну, то есть карта, она показывает на самом деле, что кто-то выражает благодарность к вам. Например, вы сделали кому-то что-то хорошее, и люди благодарят вас, или человек вас благодарит, или вы кому-то сделали подарок, и человек говорит, насколько вы сделали для него вот приятное что-то, да? Поэтому вы можете по своим заслуженным действиям получить благодарность или даже иногда грамоту на работе, там, благодарность на работе, медаль, вот, либо сами благодарить кого-то за что-то хорошее. Я считаю, что это прекрасно. И вот эта фея, невероятная, красивая фея, она говорит о том, что благодарность – это путь к счастью на самом деле в жизни, потому что когда вас благодарят, вы счастливы, когда вы благодарите, вы тоже счастливы. В итоге ваше физическое тело расцветает от благодарности. Даже просто если вы благодарите каждый день, что он у вас появился, да, что Бога, что он дал вам этот день, вы увидите, насколько вы становитесь более здоровым человеком, и насколько ваше моральное состояние укрепляется. Поэтому вот такое счастье по второй позиции. А мы идем с вами дальше. Позиции номер три. Наше такое вот сиреневое сердечко. Итак, какое счастье вас скоро ждет. И первая карта – ваше состояние на сегодняшний день. Вышла карта башни. Конечно, башня не есть хорошо. То есть это внутреннее такое разрозненное состояние. Человек может испытывать настоящий жизненный кризис на сегодняшнем этапе и трансформацию. Ну, то есть у вас в жизни могут происходить невероятные перемены, перестановки. И, может быть, вы этого не совсем-то ожидали от судьбы, да. Иногда карта показывает состояние, ну, например, увольнения, развода. Иногда состояние внутреннего дисбаланса. Но в то же время человек устойчивый. То есть башня, она всегда устойчивая. Сломать не так-то просто, да. И мы видим здесь на одной половинке башня все-таки вроде как более целая, чем если бы карта была перевернутая. Конечно же идет, может быть, что-то неожиданное в вашей жизни, что не так-то просто исправить. Ну, например, кто-то что-то сказал. Ну, вот бывает такое, что скажут мне, ну, обидные вещи, да. И ты чувствуешь себя уже сразу же в стрессе. И ты чувствуешь внутреннюю волну, бурю, неприятие, да. Или кто-то тебе отказал, допустим. И тоже получается так, что ты не принимаешь этого, и тебе сложно, плохо. Поэтому это не то, что вот ваше глобальное состояние. Это сегодняшнее состояние. Кто-то мог отказать, раскритиковать, сказать обидуя что-то, да. И ты просто реагируешь, поэтому башня внутри. А иногда это глобальное. Ну, например, резкая перемена какая-то, потрясение, тяжелые эмоции, внутренняя боль. Иногда физическая боль бывает. Ну, там ноги болят, спина болит, голова болит. Тоже башня показывает. В общем, любое такое вот, как сказать, полуразрушенное, разрушенное состояние или состояние неожиданного удара, да. То, что вас как-то потрясло и очень неприятно. Может быть, о ком-то что-то рассказали неприятное, и вы вот ощущаете вот это внутри себя, да. Иногда новости посмотришь, и такой внутри вот страх, да, вот этот вот трясучка начинается. Кожей ощущаешь чью-то боль. Вот. А иногда бывает, что, ну, допустим, рассказывают о каком-то близком что-то нехорошее. Или там о знакомом, да. И ты-то прямо на себе это просто чувствуешь. Вот такая вот эмпатия такая. Поэтому башня, она не обязательно означает вот прям, что вы сами по себе разрушены. Нет, конечно. Она может означать просто вот такие вот какие-то тяжеловатые эмоции. Ну, и мы сейчас, раз у вас, вас надо утешать как раз-таки, да, вас надо, вам надо посочувствовать и утешать вас. Значит, вам нужно знать, какое счастье вас скоро ждет. Слышите, лошадка едет. Вот еще одно счастье, да, лошадка едет. Так, давайте посмотрим, какая карта выпала. Тройка жезлов. Давайте ее оставим. Все-таки выпала же. Ну, еще три карты я достану. Лошадка. Мимо приехала лошадка. Так. Какое счастье вас скоро ждет. Выпала тройка жезлов. Ой, я уронила. Сейчас, минутку. Карты подниму. Выпала тройка жезлов, которая выпала сама из колода. Также выпал туз мечей. И выпало колесо фортуны. И тройка мечей. Это то, что мы достали с вами сами. Какое счастье вас скоро ждет. Вопрос у нас поставлен именно так. Поэтому не стоит за меня трактовать карты. Сразу же предупреждаю. Конечно же, эти карты говорят о том, что у вас в жизни действительно было что-то прям такое вау. Что-то нехорошее, что вас обидело, потрясло, что составило у вас внутри неприятное впечатление о жизни, о людях, о каком-то человеке. Вы испортили о ком-то свое впечатление. И здесь идет перемена. Ну, то есть, возможно, вам придется с этим человеком, которому у вас составилось негативное впечатление, искренне поговорить. И этим вы закроете эту ситуацию. Карты показывают буквально перемену глобальную и кардинальную в этом вопросе. То есть, что-то вас расстроило, обидело, огорчило. Может быть, какое-то неприятное известие. Может, еще что-то. Но прояснение по тузу мечей расставит точки над И. И, соответственно, по колесу резко все изменится. Изменится к лучшему. Повезет. Тройка мечей показывает, что еще не остыли чувства внутри. Что вы что-то узнали. Что-то, что вас неприятно удивляет. Но при этом мы видим колесо, которое исправляет ситуацию. И оно ведет вас к удаче и счастью. То есть, неожиданно негативная ситуация разворачивается счастьем для вас. Вот именно так буквально сказали карты. Но по тузу мечей это идет правда. Прояснение, выяснение отношений. Либо какая-то бумага, сообщение, известие. Что и поменяет, вот как отправная точка, да, крючок, спусковой крючок, эту ситуацию к лучшему. Резкое везение от вашей неудачи. Именно так трактуются эти карты. Мол, казалось все плохо. Казалось не повезет. Казалось все будет больно и неприятно. Казалось не выйдешь из этого кризиса. Но на самом деле кризис резко разворачивается большим счастьем. Именно такая ситуация. Ситуация развернется с точностью наоборот. Она пойдет именно в сторону того, чтобы вы увидели, что это все к лучшему. Но не просто к лучшему, а именно как будто бы дополнительная информация сделает так, что вы прям обрадуетесь. Вот в этом суть здесь. Иногда как гора сплечь по этим картам. То есть у вас сначала было что-то ужасное, негативное, плохое или какая-то информация, которая вам не понравилась. И тут вы узнаете что-то. И вот дополнительный фактор дает, как гора сплеч упала. Может быть это была ложная тревога. Понимаете? Может быть такое, что была ложная тревога. А может быть, что вы не все видите. Вы не все видите. Ну то есть, что это позитивное событие. Вы это сейчас не ощущаете. Вы только видите в этом минус. Но когда открываются новые факты, вы сразу увидите свои плюсы в этом. Понимаете? Именно свои плюсы. И конечно суть иногда наших испытаний именно в этом, что мы сначала не видим плюсы. Более того, может быть эта ситуация просто развернется выигрышем для вас. Вместо того, чтобы плохое видеть в ней. Бывает, смотрите, допустим уволили с работы. А потом оказалось, что вся работа полегла от сальмонулеза. Ну я просто говорю пример. А вы не заразились, потому что вас вовремя уволили. Вот я про это говорю. Что это может быть даже вот так. Что-то там, не знаю, вовремя развелась с мужем, а он потом заразился там какой-нибудь половой инфекцией. Вот понимаете? А тебя не успел заразить, потому что ты на него вовремя обиделась. Вот. А сама нашла богатого. Вот что угодно может быть. Но вот это разворачивается для вас именно плюсом, а не минусом. Понимаете? Даже вот по здоровью бывает. Приходишь на УЗИ. УЗИ бывают допотопные. Говорят, ну все. Ну все, рак. Там начинаешь реветь, орать, там грызть полы. Ты сдаешь все обследования, анализы, едешь в областной центр, еще что-то. Оказывается, какой рак, ты абсолютно здоровый человек. У тебя там, не знаю, все как у 16-летней, да. И вот опять же, новая информация дает большое счастье и облегчение. Понимаете? Вот поэтому здесь разобраться надо, от чего у вас сейчас стресс. Тройка жезлов, которая резко выпала при тасовании колоды. Что мы видим в ней, да? Она показывает достижение целей и открывающиеся новые перспективы для вас. Поэтому думайте. Вот видите, у вас сама карта выпала, да? У вас будет достижение цели. У вас будут новые перспективы. И вы можете достигнуть всего, к чему вы стремились. И дойти, ну скажем так, до моря. До моря дойти. Достигнуть вершины горы. И вы увидите, будете озирать результат своих усилий. Поэтому знайте, что вы еще придете к своему счастью. Вы придете к тому, чего вы хотели бы. Главное, появляются новые возможности. И вы сможете выбирать, куда вам двигаться дальше. Более того, у вас уже не будет больше вынужденного выбора в жизни. Вы будете выбирать сами то, что вам по сердцу важно, нужно и хотелось бы. Это очень-очень хороший момент такой, да? По тройке жезлов она в этом плане очень позитивна. Также она показывает сильные успехи в торговле и в иностранных связях, да? И также поездки, переезды, путешествия, полеты. Поэтому знайте, что вас вот это вот счастье тоже ждет. Потому что карта сама выпала. Хорошо, давайте посмотрим Аракул наш. Хочу именно эту карту. Тяну ее специально, да? Тяну для вас ее. Карта показывает именно состояние доверия. Карта показывает, что если вы переживаете трудные времена, то вам нужно просто доверить кому-то свои проблемы, поговорить с каким-то близким человеком о своей травме. Может быть, что-то со здоровьем, может быть, что-то с душевными переживаниями. Просто постарайтесь это выговорить кому-то. И вот какое счастье вас скоро ждет. Именно вот такой вот приятный, душевный с кем-то разговор. Вы поделитесь с кем-то своими проблемами, и вам станет очень-очень сильно легче. Вы получите именно тот нужный совет, который, ну, так скажем, и поможет вам разрешить все ситуации, да? Более того, человек может вам именно помочь. Главное — говорить, а не скрывать свои проблемы, да? И это будете вы иметь очень большое преимущество для себя, когда вы скажете вместо того, чтобы таить в себе. Между прочим, доверить свои болезненные переживания другим очень сложно. Но карта как раз-таки показывает, что это защита организма от беспокойства и стресса. Поэтому вам и падает этот разговор, да, по душам. Вы излечитесь от вашей вины, вы излечитесь от каких-то внутренних болезненных переживаний, вы получите оправдание для себя, вы перестанете носить с собой этот тяжкий крес, этот тяжкий груз, просто потому, что вы смогли с кем-то об этом поговорить. И, конечно же, это, может быть, начнет разрешать ваши проблемы к лучшему, да? То есть после того, как вы все-таки начнете высказывать, у вас все больше и больше будут отпадать в жизни проблемы, и все лучше и лучше вам будет становиться в скором будущем. Ну, вот такая вот позиция номер три. А мы идем с вами дальше, к позиции номер четыре. Розовое сердечко, раскладка Дани онлайн на Таро. Какое счастье вас скоро ждет. И первая карта, ваше состояние на сегодняшний день. Видите? Шестерка жезлов, карта победителя. Ну, такой вот очень прикольно улыбающийся мужик на коне. Может быть, к вам такой приедет в скором времени, да? То есть иногда карта означает визиты и гостей. Может быть, просто вы будете скоро принимать гостей, и поэтому вам выпала эта карта. Но часто она показывает и свои какие-то поездки, командировки, чувство победы. Может быть, вы собираетесь куда-то, а может быть, вы просто сейчас ощущаете себя все-таки в жизни больше победителем. И может быть, вы радуетесь чему-то, что сейчас должно произойти или происходит. И вы видите, что вы на пути к успеху, да? Вы видите, что у вас пошла энергия, и эта энергия пребывает все больше и больше. Карта силы на самом деле. То есть обретение силы или мощи, или демонстрации своей мощи. Карта лидерства. Вы можете вести за собой людей. Вы настоящий лидер, прирожденный лидер. Или обрели в себе лидерство недавно. И, конечно, карта может показать, что вы вот семимильными шагами в жизни продвигаетесь к тому, чтобы у вас все было лучше и лучше. Понимаете? То есть очень хорошая карта на самом деле. Вы сейчас на коне. Вот так могу сказать. И, ну, так держать. Я вам могу только порадоваться за вас и сказать, так держать. Потому что вы супер, вы позитивны, вы общительны, вы интересны. И люди на вас смотрят уже с восхищением. Поэтому смотрим, какое счастье вас скоро ждет, да? Двойка мечей. Пятерка мечей. Четверка кубков. Ну, смотрите, вопрос у нас стоит именно так. Какое счастье вас скоро ждет? И карты отвечают, какое. То есть у вас идет примирение с кем-то, с кем у вас была, возможно, какая-то вражда. Или кто на вас обижался и долгое время игнорировал. У вас именно идет состояние наведения мостов. Идет закрытие стрессовой ситуации. И какой-то человек может очень сильно вам открыться, пойти навстречу, начать снова общаться. Обретение этой связи заново. Идет полная реабилитация в этой связи. Это может быть как коллега по работе, так любимый человек. Кто угодно, подруга-друг. Мама, папа, брат, сестра, кто угодно. Но то, что вы закрываете тяжелую ситуацию между вами, это совершенно точно. И эти карты, они показывают, что человек действительно долгое время из-за того, что злился внутри, был настроен негативно, переживал и был очень молчалив. И он вас игнорировал, да, долго, очень долго игнорировал. И сейчас эта ситуация заканчивается. То есть все эти обидки этого человека заканчиваются. И вы сможете снова говорить, вы сможете снова друг с другом общаться, вы сможете снова друг с другом встречаться. И идет возврат связи. Ну вот прям возврат связи именно с тем, кто был для вас, не знаю, недоброжелателем, врагом или обиженкой такой, да. Это очень хорошо. Это очень хорошее, позитивное событие, действительно счастливое событие. Хочу еще ряд выложить, маг, четверка мечей и паш мечей. Карты здесь показывают, что вы теперь будете сами распоряжаться своей жизнью и будет много исполняться ваших желаний. Выход из состояния пассивности, вы будете чему-то учиться, вы будете познавать что-то новое и интересное для себя. Вы узнаете какие-то довольно позитивные новости. Какой-то человек может активно проявить себя к вам в скором времени и проявлять много инициативы по общению с вами, добиваться общения с вами. Это будет важно для вас, это будет интересно для вас, что кто-то проявляет внимание. Также у вас возможен краткий отдых или отпуск, но потом снова возврат к полной активности. Вы будете зарабатывать, вы будете много общаться, вы будете учиться чему-то новому и это тут же применять. И снова это уйдет именно в ваше умение зарабатывать деньги. Деньги вы привлекаете наиболее в ближайшем будущем и энергия изобилия стремится к вам. Поэтому мало того, что вы с кем-то примиряетесь, так вы еще и будете гораздо лучше зарабатывать. При этом чередуя работу и отдых. Более того, все, что вы наметите себе, это будет сбываться, поэтому загадывайте желание прямо сейчас. Вам выпал маг. Маг исполняет желание, главное уметь желать. Желать нужно именно того, чего вы душой хотите, и высшие силы притянут к вам это. Потому что вы настоящий маг, вы распоряжаетесь четырьмя стихами, вы можете все. Тем более, что вы сейчас в состоянии победителя. Желайте прямо сейчас, чего вы хотите для себя. Все это исполнится. Хорошо, давайте посмотрим, что скажет наша Раку. Карта показывает, что вы посидите в одиночестве и разберетесь в себе. Быть иногда одному, даже час хотя бы посидеть с самим собой для вас будет очень полезно. И у вас будет такая возможность именно понять, чего вы хотите в жизни и как этого достичь. Или может быть даже не способы, а просто ваши внутренние желания. Нет ничего общего с тем, чтобы скучать, нет ничего общего с тем, чтобы грустить. Карта именно показывает гармонию с собой. То есть вы обретете такое состояние внутреннее, что даже с самой собой или с самим собой будет хорошо. Иногда люди боятся наедине с собой оставаться, потому что чувствуют дисгармонию, они чувствуют страх от этого. У вас страха не будет, у вас будет большая радость. Вы начнете открывать для себя что-то новое, новое в себе, новое вокруг себя. Вы сможете открыть для себя то, что вам больше нравится, свои таланты. Вы начнете понимать свое предназначение и обретение своего предназначения в жизни даст вам новый старт. Поэтому вы пойдете к новым целям, скорее всего, поняв, что вы хотите в этой жизни и какую миссию вы выполняете. Более того, карта может показывать, что вы можете встретить в жизни интроверта, человека, углубленного в себя, и восхититься им, то есть дружить с ним. Интроверты восхищаются экстравертами, а экстраверты интровертами. И обычно у них получается очень хорошая дружба. Единственное, что интроверту нужно дозировать внимание. Ну то есть всегда он в области вашего внимания физически быть не может. Но сам по себе человек будет вас очень привлекать для общения. Ну такое счастье вас скоро ждет. Вот такая у нас четвертая позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Школа Таро Альвеген. Наши гадания на балконе продолжаются. Жду, что вы будете также, кто живет в России, в Беларуси, смотреть канал на Яндекс.Дзен. Потому что это для нас будет приоритет. И всем пока и до новых встреч.